Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Пять медалей завоевали казахстанские борцы по вольной борьбе на 24-х Сурдо-Олимпийских играх, проходящих в Бразилии. В копилке наших спортсменов одно золото, три серебра, одна бронза. Золото в казахстанскую сборную принес Хайрат Хан Чонку. Серебра удостоились Габит Ишанов, Сабыржан Расала и Хасар Тургенбай. Бронза у бег султана Малайдара. Борцы Шадьяр-Пернирши и Мухтар Есингё-Сулы заняли пятое место. Сурдо-Олимпийские игры стартовали 2 мая, завершатся сегодня, 15 мая. В заключительный день казахстанские легкоатлеты будут соревноваться в марафоне. Другие события в мире. Как минимум 10 человек погибли, трое ранены из-за стрельбы в супермаркете в американском городе Баффало. Тяжело вооруженный подозреваемый зашел в оживленный магазин и открыл беспорядочный огонь из крупнокалиберной винтовки. После нападения мужчина вышел на улицу и угрожал покончить с собой, но правоохранители уговорили его сдаться. Все происходящее 18-летний житель штата Нью-Йорк транслировал в интернете. По предварительным данным, преступление могло быть совершено на почве расовой ненависти. Суд назначил стрелку судмедэкспертизу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Сегодня во всем мире отмечается Международный день семьи. Этот праздник в Генассамблее ООН учредили почти 30 лет назад. Тема этого года – семья и урбанизация. Ее выбрали не случайно. Устойчивое градостроительство, по мнению экспертов ООН, позволит искоренить бедность, уменьшить неравенство и укрепить благополучие в семьях. Тематика этого года нацелена на повышение информативности о важности развития устойчивой городской политики, ориентированной на семью. Субтитры создавал DimaTorzok Гидрогеологическую службу предлагают создать в Мангоставской области. По мнению специалистов, это позволит открыть новые месторождения артезианских вод. Засушливый регион последние пять лет испытывает острый дефицит питьевой воды. Подача живительной влаги в Жанаузен и некоторые села на данный момент осуществляется по графику. Большая часть населения пьет опресненную Каспийскую воду, а могли бы пить подземную, говорят эксперты. Для этого надо провести разведку, изучить недра. Заняться этим должны гидрогеологи. Правда, в регионе таковых нет. Поэтому местные власти приняли решение выделить гранты для обучения специалистов гидрогеологов. Нам нужно хотя бы 30 грантов, но пока они обучатся, 4 года пройдет. Но пока что можем привлечь с других регионов, можем привлечь и пенсионеров, чтобы они консультировали. У нас острая нехватка гидрогеологов. Я вот эту проблему поднимала с 2017 года. У нас острая проблема стоит по воде, поэтому срочно надо создать такую службу. Иначе мы вот даже без воды, мы вот сейчас 90% морской воды мы опресняем. Вот 10% от месторождения Куилос подземная вода. Верблюдоводство активно развивают в Туркестанской области. Там теперь есть поселки, где настоящее нашествие двогорбых. Корабли и пустыни в таких населенных пунктах разводят почти в каждом доме. А чтобы не было проблем с реализацией шубата и мяса, сельчанам решили помочь казахстанские ученые. Они разработали новую технологию переработки верблюжьего молока. Подробности в нашем сюжете. Такому каравану верблюдов, гуляющих по улицам поселка Сан-Алы, удивляются только те, кто здесь впервые. Для местных двогорбые давно не диковина, а домашние животные. Почти в каждом доме их разводят, а еще зарабатывают на верблюдоводстве. У Мейрамгуль Жолумбетовой когда-то было всего два верблюда, сейчас их почти 30. И каждому женщина старается найти свой подход. Признается, животное капризное, хотя и неприхотливое. На количество молока влияет даже погода. Сегодня солнечно и ясно, ждут хороший удой. Всем селом здесь ежедневно собирают до 7 тысяч литров молока. Мы получаем заказы на свадьбы и есть торговые точки в Шымкенте. Но стабильности, конечно, нету. Вот это плохо. Сделать бизнес на верблюдах стабильнее сельчанам теперь будут помогать казахстанские ученые. Они разработали технологию переработки верблюжьего молока в порошок. В приоритете сохранение всех полезных свойств напитка. Этот проект зародился еще на кафедре, на кафедре в аудиториях. Оттуда мы все несем, договорились с инвесторами, уговорили, они заинтересовались. Вот группа ученых и группа инвесторов, отечественные все. Завод построили недалеко от села, чтобы транспортировка не занимала много времени. И молоко не успело испортиться. Принимать у сельчан намерены все до последней капли. Затем переработанную в порошок продукцию будут отправлять на экспорт. Там ее хотят использовать в фармацевтике и косметологии. В Арысе сейчас около 5000 голов верблюдов. Из них 2500 – это маточные поголовья. Верблюдоводство стало хорошо развиваться. Сейчас хорошее развитие получило верблюдоводство и в других районах Туркестанской области. В Управлении сельского хозяйства сообщают, что поголовье животных продолжает увеличиваться. Проводится племенная работа, фермеры поставляют на рынок мясо и шубат. Объем последнего намерены увеличить на 15%. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Туркестанская область, Хабар, 24. ВАЗ, раритетные «Чайка» и «Москвич», эти и другие ретро-автомобили, макеты военной техники смогут посмотреть жители столицы в Военно-историческом музее вооруженных сил. На площадке музея представлено около 20 автомобилей 30-х и 60-х годов. Выставка открылась сегодня, посвящена Дню военно-технических школ Минобороны, которая была создана 22 года назад. Сегодня у казахстанских парней от 24 до 27 лет есть возможность в течение 40 дней платно получать военно-учетную специальность. Сейчас военно-техническая школа объединяет 15 филиалов по всей республике, где проходят подготовку призывники. Сегодняшний день вот эта разница техники, вооружений, вообще неба и земля. В то время такого компьютера, как сегодня не было, оснащено со всеми бортовыми этими техниками. Тем более, сейчас, скажем, наша молодежь очень грамотная, которая все на лету ловит и готовится. Мы стараемся, конечно, 40 дней обучения, 40 дней обучения, мы стараемся дать последние, последние вот эти множества армии. Спортивная новость. В Великобритании прошел первый в мире чемпионат по гонкам на электросамокатах. Более 30 участников из разных стран проехали по улицам Лондона, где специально к первенству построили 500-метровую трассу. Маневрируя на поворотах, гонщики разгонялись до 100 км в час. Победителем стал атлет из Швейцарии, а Великобритания и Индия замкнули тройку. На этом закончим, немного позже вернемся. До скорой.